Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Андрей Балин, художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Маша! Очень рада вас видеть в нашей студии. Пригласили вас не случайно. Этот год для вас юбилейный и буквально через неделю состоится юбилейный концерт эстрадно-симфонического оркестра под вашим руководством. Ну, точнее, ваш юбилейный концерт. Андрей, а вот все-таки, почему музыка? С чего все началось? Почему музыка? Началось все с того, что у меня все мои родственники, и папа, и дедушка, и по линии мамы все музыканты. Ну, преобладает, конечно, больше военные дирижеры. Линия папы все военные дирижеры, а по линии мамы все военные музыканты. Ну, тут... Ну, то есть, получается, ваша судьба, по сути, была предрешена? Да, предрешена. То есть, у вас не было никакого выбора? Никакого колебания. Я на втором курсе музыкального училища принял решение, что да, буду идти по стопам своих родителей. Вот. И в третьем поколении я дирижер. Ну, уже 4 года я на пенсии. Я принял решение после окончания контракта уйти на пенсию в звании полковника, начальником кафедры Института военных дирижеров. И посвятить себя полностью к работе как дирижер. Ну, и все, что я сейчас делаю, это фактически я реализовываю то, что у меня была бытность, когда я был военным дирижером. И отчасти многое от того, что я сделал в диссертации, которую зачитал 8 лет назад. И сейчас на практике все это реализовываю. А что за диссертации? Какая тема? И что именно реализовывать удается на практике сегодня? Диссертация. Ну, там, получается, я совместил два момента. Это духовой оркестр и джазовое направление. Ну, биг-бенды, так называемые, джазовые оркестры. И проследил их взаимодействие на каком-то определенном этапе. И фактически сейчас у меня программа построена. Есть и духовая музыка в чистом виде. Есть и околоджазовая. Есть и чистая эстрадная музыка. Есть эстрадно-симфоническая, начальником которой является, а может быть и продолжает, Великий Поль Мориалиджер, Джеймс Ласт, фамилии которой у всех на устах, правда. Поэтому многие говорят, что наш оркестр, мы как многостаночники, мы играем все. Вот это дает нам возможность смотреть уверенно в будущее и быть востребованным. А еще вы заряжаете позитивом и невероятной энергетикой. Потому что когда находишься в зрительном зале, смотришь, что происходит на сцену, ну, это просто... Эмоции переполняют. Это даже сложно описать словами. Действительно, по энергетическому накалу, прям вот очень высокие. Завораживает, это мягко сказано. Моя задача сделать так, чтобы качество звучания соответствовало моим флюидам, которые я опускаю в зал. Потому что если я буду усердствовать в каких-то лишних движениях, оркестр не будет звучать и не выполнять. Самая главная функция – это весь творческий замысел тем или иным композиторам воплотить и пустить это все в зал. Когда мои мануальные, мои особенности, они не смогут раскрыть произведение в полном смысле. Я всегда стараюсь не переусердствовать. Но там есть возможность, да. И на раз. Ну, когда вот неоднократно была на ваших концертах, конечно, вы приковываете все внимание к себе, потому что вы так двигаетесь. Ну, приходится. Вы прям настолько органичны в этом. И видно, какой кайф вы от всего этого получаете в процессе. Я переживаю за ту или иную группу или ту или иную часть оркестра, потому что если я им не уделю внимание, хотя бы внешнее, не говоря уже про… повторяю мануально, я… что-то у меня такое ощущение, что это построение музыкальное не будет так исполнено. Ну, и в целом тоже произведение может не прозвучать. Поэтому я очень часто двигаюсь по сцене, при этом понимаю, что это не всегда может быть зрителями воспринято правильно, но мне всегда удается, да, зажечь. А кажется, со стороны зрителя, я сейчас говорю, как будто это вот прям такой режиссерский ход и часть сценария, часть концерта продуманная, проработанная, потому что это, безусловно, тоже привлекает зрителей. И сложно усидеть на месте, сложно не аплодировать, потому что, ну, это просто невозможно. Да, вы правы. Да, стараемся. Мало того, то прошлое, которое у меня было, когда я служил в вооруженных силах, у нас была такая форма концертной деятельности, это пац-концерт, да, когда на улицу выходит оркестр, может быть, военный, не военный, ну, там, понимаете, масса, 50 человек, и они все двигаются, исполняют то или иное произведение. Дирижер тоже двигается. Вот как-то вот оттуда я привнес вот этот момент, когда я не стою на месте, и в то же время, значит, статичность тоже, она не всегда уместна, но вот пока нам все удается. А все-таки чем отличаются военные оркестры от, например, нашего оркестра, эстрадно-симфонического оркестра? Ну, мы не можем играть на улице при температуре минус 5, мы категорически отказываемся работать на площадках, где нету возможности для подключения. То есть все-таки военный оркестр родина сказала вперед? Да, да, да. Они неприхотливы, они работают при любых условиях. Вот. А так как у нас электронные инструменты, то есть нам нужно зависеть от электричества, поэтому мы, естественно, выбираем такие площадки, где нам создадут соответствующие условия. Ну, то есть у вас уже есть райлер? Есть, он у каждого оркеста должен быть. Какие площадки удалось за это время объехать вот вместе с эстрадно-симфоническим оркестром, которым вы управляете уже более 8 лет? Ну, практически, получается, в следующем году эстрадно-симфонический оркестр отметит свой, ну, первый такой весомый юбилей 10 лет. Ну, да, 10 лет, да. Первый юбилей мы отмечали 5 лет назад, соответственно, в культурном центре, в культурно-спортивном центре «Мечта». Вот. Сейчас у нас подготовка к нашему юбилею. Ну, параллельно, конечно, мы не можем готовить две программы, но вот сейчас мой юбилей мы проведем обязательно, как говорится, при любых условиях. Вот. А что касается площадок, на которых мы выступали, ну, если брать особенности этого года и прошлого года, мы старались уступать так, чтобы мы были востребованы, а нас знали. Вот, допустим, у Нанны Гриша мы сделали программу «Смотри, смотри на этот мир» в Звенигороде, в центре Любови Орловой. Мы сейчас подготовили концертную программу «Путешествие по музыкальной Европе» называется. Это классические произведения в виде лектория. Ведущий рассказывает о том или ином композиторе. Вот. И мы исполняем те или иные фрагменты того или иного композитора, который родился в Европе. Что касается концертной деятельности, моей частенькой, я, конечно, выезжаю, как фрилансер есть, говорят, да, вот поехал дирижер и выступил с той или иной программой. Эта форма очень популярна для концертирующих дирижеров. Я стараюсь, стараюсь создавать такие программы, чтобы все звезды, кто с нашим оркестром поют, вот, и выступают, чтобы они могли выступать и с другими оркестрами. И мы договариваемся с филармониями, с концертными организациями, чтобы я приехал, сделал программу той или иной. Через неделю состоится ваш юбилейный концерт. Пройдет он 21 октября. В культурном центре Заречья. Заречья. Рабочий поселок, улица Заречья, дом 3. Чем будете удивлять, кто из звездных гостей будет вместе с вами радовать в этот вечер наших зрителей? У нас есть засегдаты. Это Максим Саджидунаевский, Нонна Валентиновна Гришаева. В этот раз с нами будет петь Александр Сергеевич Пашутин, народный артист России. Родион Газманов, Сергей Маховиков. Джазовые исполнители. Ну, Анатолий Шерич Кролл. Это тот человек, который создал оркестр «Современник». И вот музыка, с кинофильмом «Мы из джаза» – это все он. Ну, наши солисты Сергей Ручкин, Корнышев, Сергей, Вадим Цигаревич Вилли – очень одаренный парнишка. Ему сейчас уже, наверное, 15, а познакомились с ним, когда ему было 12. У нас обязательно будет Одинцовский, наш молодежный оркестр, уступает с двумя произведениями. Нам придется сменить площадку. И Дмитрий Михнович, дирижер, мой помощник, исполнит с молодежным оркестром два произведения. Ну и, как всегда, будут сюрпризы. О них мы сохраним интригу. Мы не будем говорить. Я думаю, вы сделаете маленький репортаж, потому что вы сами будете удивлены. И все, что я сказал, потому что мы многопрофильные, вот там как раз все это воочию вы увидите и услышите. Андрей, в этом году вы отмечаете свой золотой юбилей. Вот оглядываясь назад, никогда не хотелось что-то поменять? Нет. Нет. Генны. Дед, отец, я. Ни отец, ни дед, ни я не хотим ничего поменять. Вот я... Вот только приумножать вот эти вот традиции. Что для вас музыка? И какую музыку любите именно вы? Я люблю любую музыку профессиональную. Я люблю слушать живые оркестры, любые. Кстати, вот недавно мы с Ларисой Долиной выступали на рок-фестивале. Прекрасно. Наш оркестр играл Iron Maiden. Мы играли Нирвану, несколько произведений, ИСИ-ДИСИ. Прекрасно. Пришли ученики Ларис Санны с Института культуры. Вот мы сделали такой проект. Поэтому я за профессиональное исполнение любой музыки и надеюсь, что живая музыка, она все-таки в приоритете. Кто такой дирижер? Ну, одним словом, руководитель, вершитель. Музыкальной судьбы? Музыкальной судьбы, да. В определенном месте, в определенное время. Человек, который берет на себя ответственность в исполнении как минимум музыкального произведения, ну и обязательно помогает своим музыкантам. Ну, не в быту, но, по крайней мере, каждого должен услышать, понять и, если что, пойти на встречу в тех или иных вопросах. В оркестре много музыкантов. А дирижер один. Как удается управлять этой, ну, невероятно сложной конструкцией? Ну, есть инспектор в оркестре, есть арт-директор. Мы назначаем их таким негласным голосованием. Вот они не занимаются отдельной штатной единицы. Они как музыканты и параллельно еще несут на себя такую нагрузку. Ну, вот они мне и помогают, в принципе, с вопросами, связанными с обеспечением на подготовку, приведение каких-то выездных концертов. Я очень благодарен им за это. Потому что выйти к пульту, и когда у тебя все готово, когда ты уже знаешь, что так инспектор сделал, арт-директор подготовил, ну, начинаем. Да. А если бы я был один, конечно, это тяжело. Тяжело. Поэтому большим спасибо. Да и всем музыкантам за проделанную работу, потому что семь лет... Нет, не семь, восемь. Восемь. Восемь лет. Это очень солидный срок любого коллектива. Обычно после пяти лет коллектив начинает расти. А мы через год, если вы помните, мы выступили в нашем волейбольном центре. Произвели фурор? Да. Когда все говорят, это Крокусити. Я говорю, нет, это наш волейбольный. Да ладно? Да, да. В интернете он есть, там написано концерт, оркестр Андрея Балина. И там как раз в первый раз приехал Калторос, в первый раз появился Газманов. Вот. И сцена была так выстроена, что, ну, фурор, конечно, произвел дизайнер. Ну, и сколько там? Там три или четыре тысячи человек. Стули поставили. Все вокруг. Вот эти сектора были заполнены. Да, это был далекий 2015 год. В этом году все будет менее масштабно, но не менее интересно. И не меньше будет сюрпризов. Не меньше сюрпризов. Зал такой же, как почти, почти как волейбольный мы выстрели. Он типа Колизея будет. Ограничения есть, маленькие. Ну, в общем, сейчас мы уже выяснили, что практически все места будут заняты с учетом соответствующих условий. Ну, вот, ну, пятьсот человек должно быть. И, естественно, обязательно ношение масок. Это просто вот некоторые звезды предупредили. Если в зале будут сидеть люди без масок, это будет плохо. Поэтому наш ведущий, Гоша Корчагин, Андрей Лобачевский, будут через каждые пять секунд говорить, товарищи. Оденьте маски. Оденьте маски. Обезопасите себя и тех людей, которые находятся с вами в зрительном зале. Андрей, пройден большой путь. Какие планы? Творческие? Личные? Творческие. Чего хочется? Каких площадок, каких концертов, выступлений? Какой музыки? Музыка… Я хочу любой музыки, только чтобы она звучала профессионально. Это первое. Второе. Площадки… Ну, осталось только поехать за границу. Но пока нет таких предпосылок. Но если бы не пандемия, все-таки были вариации того, что, возможно, эстрадно-симфонический оркестр поедет на гастроли? Ну, конечно, у нас есть договоренность с Израилем, есть программы, которые мы сделали. У нас есть договоренность с Китаем, программу, которую мы подготовили. И на уровне согласования местных властей города Циндау, есть такой город, при соответствующих условиях благоприятных мы поедем туда на гастроли. Но началась вот такая вот полоса. И по России тоже очень много приглашений. Надо сейчас только понять, когда эти ограничения закончатся. И, да, ну и, соответственно, планы еще по… У нас есть уже концерты запланированы по Московской области. Мы постоянно работаем в нашем Одинцовском округе. Вот, и вот сейчас у нас лекторий в культурно-досугом центре в Дубке, потом мы едем в Голицыно, потом едем в Кубинку. Так что мы выступаем, у нас стабильно. Ну, оркестр не сидит на месте, вы не занимаетесь только лишь одной узкой концертной деятельностью, и все. Вы все-таки стараетесь внедрять новые программы, и просветительские, образовательные, и, безусловно, взаимодействовать в том числе и с Одинцовским молодежным оркестром. Обязательно, обязательно. Который является, наверное, кузницей. Это наше детище. Это наша надежда. Это, ну, как это еще сказать. Это, в принципе, для нас те маячки, которые потом будут светить все ярче и ярче, потому что все, кто за эти три года играли в оркестре в Одинцовском, они, кто в консерваторию поступил, кто уехал в другую консерваторию за рубеж. Вот. Есть те, которые решили связать свою судьбу с какой-то другой профессией, но как любители, так сказать, приходят и играют, кто на скрипке, кто на трубе, кто на другом инструменте. И поэтому с интересом идут к нему. Он здесь, когда давал интервью, мы заметили, что после этого интервью человек семь пришло сразу. Вот. У меня коллектив профессиональный, поэтому, в принципе, все гордятся тем, что работают в нашем оркестре. Вот. И мы готовы к любым концертным выступлениям, лишь бы ситуация была стабильная. Давайте в завершение интервью пригласим всех на концерт. Пользуясь возможностью приглашаю всех на свой юбилейный концерт «Культурно-отсуговый центр Заречи», который состоится 21 октября в 19.00. Все с удовольствием придем, посмотрим, насладимся прекрасными звуками музыки. Ну и, конечно, безусловной энергетикой художественного руководителя и главного дирижера эстрадно-симфонического оркестра Андрея Балина. Спасибо, Маша. Будем надеяться. И вы это имя, вы уже давно стали визитной карточкой Одинцовского округа. И, конечно, продолжаете каждый раз удивлять своих зрителей и тех людей, которые вас любят и почитают. Спасибо вам. Спасибо вам. И с юбилеем, с праздником крепкого здоровья вам и вашему коллективу. И, конечно же, побольше концертов. Будем стараться. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok